Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Когда Господь придет, чтобы не постыдиться, а светлым открытым лицом встретить Его, что для этого нужно, апостол Павел Иоанн пишет. Говорит, пребывайте в Нем, и вы не будете стыдиться. Пребывайте в Нем, и вы не будете бояться. Вы с радостью встретитесь, с дерзновением своего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Господь благословит нас. Давайте помолимся в начале нашего служения. Господь, честь Тебя, хвала и поклонение за все Твои милости, за все Твои благословения, которые мы имели в течение этой недели. И уже сегодня утром, Господи, Ты благословил нас. Слава Тебя, Господи, что мы сегодня в Доме Твоем, в общении друг с другом и с Тобою. Мы твердо верим и знаем, что Ты с нами, Духом Своим Святым. Мы твердо знаем, что Ты приготовил пищу для наших душ. Ты приготовил слово для каждой души – утешение, наставление, назидание, обличение. И мы молим, благослови каждого, кто пришел сегодня, чтобы услышать Тебя. Благослови, Господи, что каждый нашел ответ на свои вопросы, нашел мир и покой в душе своей. Господи, особенно молим за тех, кто сегодня не имеет мира с Тобой, не имеет мира в душе, не имеет познания Тебе. Мы молим Тебя, даруй покаяние тем, кто в этом нуждается. Даруй им открыть Тебя для себя. Даруй им открыть сердце свое для себя, Господи, познать Тебя. Благослови сегодня, Господи, в слове, в пении, в молитве, в поклонении. Даруй, чтобы каждое Твое дитё прославило Тебя. Честь Тебе, хвала и поклонение. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Песня называется «Подбирайте слова». Это самое главное, это самое первое, что нужно подбирать. Песня старая. Я её написал гораздо раньше, чем «Когда любовь приходит с неба». Подбирайте слова не спеша, как для сердца лекарства. Доносите их так, чтоб ни капли любви не пролить. Пусть услышит душа, как прекрасно небесное царство. Замечайте почаще добро, пусть его и немного. Сохраните, что есть, как хранят до весны семена. И соделает чудо-рука всемогущего Бога. Будет жизнь до краёв, и добром и любовью полна. Будет жизнь до краёв, и добром и любовью полна. Избегайте обид, для того, чтобы не оступиться. Научитесь прощать, и заветное счастье придёт. Пусть вовеки не будут печальны любимые лица. Подбирайте слова, остальное любовь подберёт. Подбирайте слова, остальное любовь подберёт. Всем нам свойственна тревога по дороге на тот свет. Потому как там у Бога живы все и мёртвых нет. До сих пор Адам и Ева, Мафусал, Енох и Ной. Короли и королевы, но и сосед покойный мой. Короли и королевы, и сосед покойный мой. Если б всё с землёй кончалось, было б легче, меньше бед. Жил себе, как получалось, закопали и привет. Но не тут-то было в каждом. Есть бессмертная душа. И, конечно, очень важно, как судьбу её решат. А судьбу её однажды обязательно решат. Это самое интересное, до чего мы все доживём. Скажут, царствие нам небесное, когда мы уже будем в нём. Кто хоть что-то понимает, не берётся утверждать. Человек предполагает, что не скоро умирать. Мол, ещё оформлю визу, полечу в Китай, Тунис. А жизнь, она идти с сюрпризом. И на тот свет не надо визу. Жизнь такая. И сюрприз на тот свет не надо визу. Но, походу, есть проблема с нашей грешной душой. На том свете святость тема, кто не в теме, там чужой. А ведь всех предупреждали. На земле был Божий Сын, кстати, с ним двоих распяли. А в рай попасть успел один, двух разбойников распяли. А раскаялся один. Это самое интересное, до чего мы все доживём. Скажут, царствие нам небесное. Хорошо, если будем в нём. В постулатах гуманизма что-то призрачное есть. Предлагают нам для жизни философских мыслей смесь. Но слабоумие, как вирус. Мир гумания не стал. Спрос на временный вырос. Но она вечная упал. Спрос на временный вырос. Она вечная упала. Сколько мнений, сколько взглядов. Разберись тут, что почём. А выбор всё же делать надо. И безошибочный причём. Если скажем «Слава Богу», Приоткроется секрет, уменьшающий тревогу по дороге на тот свет. Потому что, слава Богу, скажут ангелы в ответ. Как Льюис, не могу придумать Нарнию. Простую притчу предложить готов. Апостола Петра призвали в армию, Чтоб взял свой меч и стал в ряды бойцов. Где гордость сын Ионин от причастностей, Ты патриотом должен быть, борцом. Когда земля отцов в такой опасности, Мы за неё все как один умрём. Не думаю, что будет интересно вам, Ответил Пётр. Я, впрочем, так скажу. Я уже призван в армию небесную, И у Царя Небесного служу. У вас пехота, лучники и конница, У нас посты, молитвы за людей. И то, что Бог сказал, должно исполниться, А Он сказал нам прям, не убей. По-своему вы искренне и честные, Мы тоже, но простите, вне игры. Земные патриоты и небесные Сражаются за разные миры. Не стали больше слушать объяснения, Петра связали, взяли под арест, А после он пошёл на повышение, Вслед за своим учителем на крест. Особого не нужно послесловия, И так всё ясно, что тут говорить. У церкви в мире трудные условия, Но без неё ещё труднее жить. Слава Богу! Кто носит очки, поднимите руки. Мало. Спасибо. А знаете для чего? С годами мы носим очки. Не знаете? Я вас сейчас приятно удивлю. Это Бог допустил, Чтоб с годами, со временем, Ну, у кого-то раньше, у кого-то позже, Зрение немножко садилось. Знаете для чего? Чтоб мы на мелочи не обращали внимания. Потому что есть вещи серьёзные, правда? Вот я сам долго привыкал, но уже надо. Друзья мои, действительно, Помазание учит нас. Призвание Божие. Это его милость, его промысел. И хорошо, если мы не сопротивляемся Богу. Хорошо, если мы плывём и движемся в правильную сторону. А в какую сторону вообще мы должны двигаться? Есть такое слово стремиться, достигать чего-то. Ну, в Америке свободная страна, да? Страна возможностей больших. Но вот самое большее, что может человек, Это приблизиться к Богу. Направиться в отношении Бога. Ну, это такое общее, да? Это фраза. А в сердце, что делать, Когда не хочется к Богу? Что делать, когда препятствия есть? Что-то во мне сопротивляется, да? Нужно вспомнить о любви. Потому что апостол Павел пишет, Достигайте любви. Стремитесь к любви. А если конфликтная ситуация? А если не по-моему? А если не так, как я хочу? А я не так планировал. Достигайте любви. Самое простое средство Уменьшится в своих собственных глазах. Уменьшится в своих собственных глазах. Простой пример. Вот я такого роста, Такого веса, такого объема, да? Вы представляете себе? И вот я смотрю окружающее, да? Помещение. Большое, просторное. Если я уменьшусь вдвое, Что будет с помещением? Оно уменьшится или увеличится для меня? Увеличится для меня. Я уменьшился. А если я совсем маленький буду, Для меня это будет вообще Огромная территория. Правда? Вот как для муравья, Если бы здесь был муравей. Он бы даже не представлял себе, В каком грандиозном помещении он находится. Вот ту же самую жизнь. Когда мы заполняем собой все, В отношениях, в служении. Это же я. Это мое. О, это мне. Жизнь становится тесной. Томление духа. Мы чувствуем, что суета, Проходит время напрасно. Пусть Господь нас благословит. Не высоко думать о себе, да? Не высоко мудрствовать. И тогда у нас открывается Больше возможностей. Я хотел бы сегодня поделиться Рассуждениями на притчу Из Евангелия от Матвея, Из 20 главы. Христос говорит, Ибо Царство Небесное Подобно хозяину дома, Который вышел рано поутру Нанять работников в виноградник свой. И договорившись с работниками По динарию на день, Послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, Он увидел других, Стоящих на торжеще праздно. И им сказал, Идите и вы в виноградник мой, И что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого И девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, Он нашел других, стоящих праздно, И говорит им, Что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, Никто нас не нанял. Он говорит им, Идите и вы в виноградник мой, И что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, Говорит господин виноградник Управителю своему, Позови работников И отдай им плату, Начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа Получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, Что они получат больше. Но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили, Эти последние работали один час, И ты сравнял их с нами, Перенесшими тягость дня и зной. Он же сказал в ответ Одному из них, Друг, я не обижаю тебя. Не за динарии ли ты договорился со мной? Возьми свое и поеди. Я же хочу дать этому последнему То же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так последние будут первыми, А первые последними. Ибо много званых, А мало избранных. Вот казалось бы неожиданный такой финал, да? Первые будут последними, понятно, А последние первыми. Но много званых, а мало избранных. Как вы думаете, К чему относится эта последняя фраза? Наверное, Хозяин дома, Царство Небесное, Церковь, Приглашала многих людей, да? Но немногие захотели идти. Немногие откликнулись на призыв Божий. Что это за виноградник? Царство Небесное подобно Хозяину. Удивительное сравнение, да? Это не жемчужина, Это не сокровище, Это не невод, закинутый в море. Это Хозяин. Друзья, это очень важно. У нас в Украине, Вот я из Одессы, У нас есть уже хозяева, Есть уже капитализм в зачаточном виде. Его некоторые называют диким капитализмом, Но он потихонечку оккультуривается. У нас уже полиция есть такая, как у вас. Я забыл как-то права дома и ехал. Вначале испугался, а потом успокоился. У нас уже нет вот таких вещей, какие были раньше. То есть мы тоже развиваемся потихоньку. Я это к чему говорю? Мы уже понимаем, что такое хозяин. Если неправильное отношение к работе, Неправильное отношение к хозяину, С работой можно попрощаться. Вы понимаете, да? И если бы, Тут наверняка есть хозяева, Которые нанимают каких-то работников. Вы понимаете, да? Что работник должен соответствовать. Царство небесное, Подобно хозяину, Который нанимает свой виноградник. Что это за виноградник? Что это за образ? Конечно, это церковь. Вот здесь такой участок Божьего виноградника, В котором я удостоен великой чести Принимать участие в работе. А что мы можем делать? Ну, не все поют, Не все проповедуют, Не все убирают, дежурят, Регулируют, строят, Администрируют. Не все. А что могут делать все, Включая тех, кого я перечислил? Думать. Мы можем думать. И вот вы обратили внимание, да? Мои песни концентрированы, Они спрессованы, как концентрат. Их нужно разбавлять. И эмоциями, и во времени. Ну, некоторые люди слушают по 2-3 раза, Прежде чем уловить самое основное. Разные есть люди, Но хорошо, если мы начинаем работать над собой, Начинаем думать. Удивительная притча, А она многоплановая. Почему хозяин утром договорился по динарию? Это средняя дневная плата за труд. А потом выходит, Это утром, это в 6 часов, Рано по утру, это в 6 часов. В третьем часу, это в 9 часов утра. В шестом часу, это в 12. В девятом часу, это в 3 часа дня. И в 11 часу, это в 5 часов вечера. Остается 1 час. И всегда хозяин уже за динарией не говорил. Вы слышите? Он говорил, что следовать будет? Что заработаете? Кто эти люди, которые пришли последними? Кто это? Это люди, которые уже отчаялись. Это люди, которые уже поняли, что день склонился к вечеру. Может быть возраст такой пришел, Что уже мне 60, 70. На что мне надеяться? Что я уже могу? Мы можем, друзья, войти в Божью милость. Мы можем получить великую награду сверх всех ожиданий. Об этом эта притча. Последние будут первыми. Кто еще не обратился к Богу? Кто еще не вошел в этот виноградник? Не откликнулся на приглашение? А наверняка на этом торжище стояли люди праздно И не хотели идти в виноградник этого хозяина. Скажите, кто-то еще нанимает людей Вот согласно этой притче? Или нет? Если есть хозяин виноградника, наш Господь, Царство Небесное, То Царство Мира сего нанимает людей? Конечно. Не просто на работу, где мы все так или иначе работаем. А сердце нанимает. Сердце занимает. Этот мир хочет, чтобы люди были посвящены Ему. Думали о Нем. Переживали о Нем. Волновались. Старались отдать себя этому миру. Но Церковь отделена от государства. Церковь отделена от мира сего. И это очень важно всегда помнить. Если мы работаем на Бога, То в мире мы что делаем? Кто хорошо русский знает? В Америке такое тоже практикуется, как и у нас. У нас говорят люди одесской национальности, говорят, Ой, я работаю на трех работах, еще ночью немножко шью. Знаете, друзья. Если мы работаем на Бога, посвящены Ему, то что мы делаем в этом мире? Я вам сейчас скажу, вы со мной согласитесь, подрабатываем. Мы в этом мире подрабатываем. Апостол Павел подрабатывал? Руками своими подрабатывал. Нужно для поддержания семьи, для поддержания бюджета. Но те люди, которые посвящают себя этому миру, Он становится единственной ценностью, которая у них есть. Да? Это страшно. Это страшно. А Бог продолжает звать и миллионеров, и миллиардеров, и простых смертных. Всех приглашать к себе. Для чего? Чтобы спасти. И Он говорит, что следовать будет. Посмотрите, на что могли рассчитывать люди, которым оставалось час работать? На одну десятую, даже не на полдинария, а на одну десятую. Может быть, на кусок хлеба, чтобы прокормить себя и, может быть, еще кого-то из своей семьи. Но они поверили хозяину. Они пошли. Ну, смысл был идти на час работать? Просто тратить время? Был. Знаете, почему они пошли? Им понравился хозяин. Они почувствовали внутреннее расположение к этому человеку. А почему? Потому что Он приглашает всего на час поработать. Что-то в этом есть. Правда? Никогда никто не приглашал их в такое время. Потому что нужно было собираться и расходиться по домам. Все. Время приглашения закончено. Солнце садится. Но вот приходит хозяин и говорит, идите в мой виноградник. Бог приглашает нас в разном возрасте, в разное время. Как важно не отказываться. Когда-то меня приглашали неоднократно в дом молитвы. Вот я вспоминал в Портландии недавно об этом времени. Приглашали? Я отказывался. Я любил рок-музыку. Играл, конечно, не на такой гитаре. И пел не такие песни. Какие, не буду даже говорить. Это были 70-е годы прошлого века. Какая музыка была модная, только старшее поколение помнит. Молодежи это уже неинтересно. Это уже глубокое ретро. И вот однажды я уступил. Я пошел на собрание. Пришел в дом молитвы. А там как раз было столетие русской Библии. Приехали братья из Риги. Что они говорили, что они пели, я не помню. Я помню, что покаялась в тот день около 60 человек. А я нет. Бог так сделал, допустил, чтобы я это увидел. Все. Рядом со мной стоял молодой человек в кожаном пиджаке. Он, кстати, сейчас в Портленде. Его зовут Валерий. Он толкнул даже меня, немножко зацепил и пошел каяться. Там хор вот так вот сидел. Хор у нас. И хор начал отступать назад, потому что не было места для тех людей, кто решил обратиться к Богу. Друзья, а я стоял сзади. Вот сзади стоял и смотрел на это все. Я шел домой другим человеком. У меня заговорила совесть. Бог заговорил через мою совесть. Вот те люди, которые вот это сделали. Я ищу слово покаяние. Вот они вышли. Вот те люди, которые вышли. Если они умрут сегодня, они будут с Богом. А если ты умрешь, где ты будешь? Что с тобой будет? Что будет с твоей душой бессмертной? И я помню, всю ночь не спал, родителям ничего не говорил. Я молился и просил Бога, чтобы Он продлил мне жизнь. Если Он продлит мне жизнь, я в четверг пойду и обязательно сделаю то же, что те люди покаюсь. Утром проснулся, вот несколько часов спал. Вроде бы все нормально. Но в сознании, в душе четкая мысль была. Ты дал слово Богу. Ты с Богом говорил. Можешь не выходить, каяться. Можешь вообще в церковь не идти. Где Дух Господень, друзья, там свобода. Бог оставляет за нами право выбора. Иначе как Он будет судить нас? И я сказал себе, нет. Я говорил с Богом. Я молился, я пообещал Богу. Я обязательно в четверг пойду. Прихожу я в четверг, буквально через несколько дней после этого воскресения. Сел где-то в середине, так, чтобы было легко выйти. И вдруг мысль такая, слушайте, на уровне сердечном, на ментальном уровне мысли. А если пастор не пригласит в покаяние? Куда ты пойдешь? Как это будет смотреться? Как это будет выглядеть? Взял и вышел. Слышите, как враг цепляет за мысли человека, за чувства? И я растерялся. Действительно. А если не пригласит? Как я выйду? Я ж... Но Бог все видит, все знает. Тогда пастором церкви в Одессе был Василий Ефимович Лагвиненко. И он... Людей было немного. По сравнению с воскресением, одна третья часть. Полупустой зал. И он говорит, если кто-то желает обратиться к Богу, покаяться, можете выйти сюда. Друзья, у меня не было препятствий. Господь вышел мне навстречу. Господь пригласил меня изнутри, на уровне сердца моего. И я откликнулся. Вот с тех пор уже 40 лет почти служу Господу, как могу. И чем старше становлюсь, тем больше вижу свои недостатки. Но Бог благословил меня со всех сторон. Дал все. В одной из песен в предыдущем сборнике есть такие слова. «Бог дал мне все и более того». Ну как, скажите, быть неблагодарным? Вот и решил работать на Него. Когда человек чувствует, кто он, где он, для чего он, он начинает делать правильные выводы. Выбор должен делать человек правильный. Откликнулись эти люди на приглашение хозяина. И вошли в виноградник Божий. И получили сверх всех ожиданий. Хотим ли мы получить награду? Пусть благословит нас Господь откликаться на призыв Божий, который в сердце, который в нашем сознании. Кстати, сколько переводов в Библии, знаете? Ну, молитвой заканчиваем, да? Сколько переводов? Много. Тысяча? Две? Две с половиной, три? Я скажу, может быть, неожиданную вещь. Переводов в Библии столько, сколько нас в этом мире. И пока мы живем, мы можем перевести Библию на язык своей души, своего ума, своего сердца. Если мы это не сделаем, жизнь наша не будет иметь смысла. Эльдар Рязанов перед смертью написал стихотворение «Как жаль, что не учился я молиться, и грустно, что не верю в чудеса». Друзья, великий режиссер вот так вот тяжело уходил, а христиане умирают со светлым лицом, уходят в лучший мир. Пусть нас Господь благословит успеть откликнуться на приглашение и прославить Бога активным трудом Божьим виноградники. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа мы склонились перед Тобой. Благодарим сердечно за то, что Ты избрал нас из этого мира погибающего, Господи. Ты поставил нас в Своем винограднике, чтобы мы трудились во славу имени Твоего Святого. Но Ты видишь наши немощи. Ты видишь, Господи, как часто мы отвлекаемся на суету этого мира. Просим Тебя, прости нас ради имени Твоего Святого и благослови. Благослови приносить больше плода друг для друга, для Тебя, чтобы мы могли радовать Тебя, как хозяина. Господи, благослови тех, кто еще не отдал сердце свое Тебе. Коснись их десницей Твоей. Побуди. Открой им истину Твою, что так мало остается времени на этой земле. Господи, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты оставил нам, как светильник, сияющий в темном месте. Благодарим Тебя за голговскую жертву, за то, что Ты сделал для нас. Прости нас и благослови нас, помилуй нас и прославься через немощи наши. Наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Он дастarna, Иисешествия. Аминь. На кресте распят Борусivi общества Боя, Боже, Сын, безжалостно казнен, Померк свет Его, чей умолзгут, Его речей за нас принял. Смерть умер на кресте Божий Сын, За нас Он смерть принял, Но смерть не смогла сдержать того, Кто пришел нам дать рая обиде. Третий день воскрес, Божий Сын, Из гроба Он восстал. Он смертью смерть попрал навек, Восторже слова дивный спаситель. Пасха, не твление, мир спасения, Спасения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Предвкушение того дня, когда мы встретим Иисуса Христа, или когда мы с Ним встретимся на облаках, в принципе, это все то, к чему идет весь мир, то, к чему идет вся Вселенная, независимо, верим мы в Бога или не верим мы в Бога, признаем Иисуса Христа мы или не признаем Его, написано, что все в этой Вселенной в итоге Бога прославит. Либо Бог будет прославлен через свой гнев, который и зальет на сосуды гнева, говорит 9 глава послания к римлянам, либо Бог прославится через сосуды милости, через то, что Он на них и зальет или явит на них свою милость, и будет происходить эта радостная встреча. Я хотел бы в продолжение той темы, которую мы с вами размышляем уже на протяжении нескольких месяцев, послания Яна, прочитать отрывок, который, в принципе, читали в прошлый раз оба пастора, оба проповедника. И это довольно-таки объемный отрывок первого послания Яна, вторая глава. Я прочитаю, даже начну еще выше, с 15 стиха до 29. Если у вас есть Библии, пожалуйста, откройте их. Если у вас есть телефоны или ваши таблицы, и на них есть Библия, пожалуйста, откройте, и мы будем читать. Я хотел бы с вами следить за текстом, потому что есть некоторые слова, на которые я хотел бы, чтобы мы обратили наше внимание, потому что мы будем говорить именно о словах или об аспектах, которые Ян затрагивает именно в этом отрывке. Дело в том, что Ян, пока вы открываете, надеюсь, открываете, в этом отрывке Ян продолжает тему, в принципе, которую он начал в самом начале послания. Это хождение во свете или о том, что было от начала. Он говорит о том, что было, что мы видели, слышали, трогали, рассматривали. Мы об этом вам возвещаем наше общение с Богом, и мы вам говорим или возвещаем о том, что было, чтобы вы стали частью этого общения. И он говорит о том, что Бог есть свет, и он говорит о хождении во свете или о хождении во тьме. Он говорит, либо ты ходишь во свете и имеешь общение, либо ты ходишь во тьме, являешься лжецом и этого общения не имеешь. То есть с самого начала послания Ян рисует нам двойную картину черного и белого, или скажем, хождение во свете и хождение во тьме. Он рисует нам картину двух противоположностей, и с самого начала, как бы это банально, просто, не закручено, не было бы витиевато, он говорит о том, что ты либо здесь, либо здесь, либо свет, либо тьма. И эту тему он продолжает или выдерживает на протяжении всего послания. И я хотел бы с вами, имея эту мысль в голове, прочитать этот довольно-таки объемный отрывок с 15 стиха 2 главы до 29. Вообще мысль начинается еще выше, но мы начнем именно отсюда. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том и нет любви отчей. Ибо что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание цветовое и знаете все. Я написал вам не потому, что вы не знали истину, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, и исповедующий Сына, имеет и Отца. «И так, что вы слышали от начала, то и да пребывает вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас». Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, вас пребывает, «И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как само это помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том – пребывайте». «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение, смелость, отвагу и не постыдиться пред Ним в пришествии Его». Я хотел бы сегодня проповедовать или поразмышлять с вами о позиции. Какова наша позиция в этом мире? Я хотел бы проповедовать о пребывании, а точнее поразмышлять с вами конкретно о пребывании в Нем, о пребывании в Иисусе Христе, о пребывании в Боге, о пребывании во свете, о пребывании в истине. это все об одном и том же, о нашей позиции, о нашем положении, где, как, для чего и почему мы находимся. Это очень важно, это фундаментально важно не просто для нашей жизни здесь, а не просто для того, чтобы мы как-то отличались, это фундаментально важно для того, чтобы мы могли петь эту песню, которую мы спели именно так, как она задумана. Песня о встрече с Иисусом Христом, он говорит, пребывайте, 28 стих, чтобы, когда Он явится, иметь нам смелость и не постыдиться перед Ним в пришествии Его. Все то, о чем пишет Иоанн, об этом хождении, об этом контрасте, о выборе, о положении вещей, о распределении вещей, все это имеет смысл только в одной перспективе, в перспективе встречи с Иисусом Христом. Все то, о чем Он описал, о хождении, о пребывании, о выборе, который мы делаем, Он говорит, пусть все это будет или это все необходимо ради одного или для одного, чтобы, когда придет Иисус Христос, мы имели смелость посмотреть Ему в глаза, мы имели дерзновение встретиться с Ним и пребывать с Ним всю вечность. Итак, я хотел бы, повторюсь, поговорить сегодня, поразмышлять вместе с вами о пребывании в Нем. И я не зря начал читать отрывок, то есть читать текст именно с 15 стиха, где идет речь, или Павел, то есть, извините, Иоанн говорит о контрасте. Он говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Либо ты любишь мир, либо ты любишь отца. Либо ты любишь мир и то, что в мире, то, что мир предлагает, либо ты любишь отца и то, что предлагает отец. Он говорит, потому что эти вещи, противоположные друг другу, 16 стих, потому что то, что мир предлагает, или то, что ты находишь в мире, это похоть плоти, это похоть очей, это гордость житейская. И в прошлый раз, когда я проповедовал на причастие, мы задели немножко этот отрывок, и мы говорили о том, что это полностью вот эта концепция мира, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, это та концепция, которая полностью, категорично, на 100% является контрастом тому, что Бог ожидает от своей церкви. Является контрастом тому, как церковь, по сути, задумана Богом, где каждый заботится о другом. И ты приходишь не для того, чтобы о тебе позаботились, а ты приходишь, чтобы позаботиться о других. И именно поэтому Бог наделяет церковь дарами, мы с вами об этом говорили, именно Он раздает всем 100% без исключения дары для того, чтобы служили друг другу. И здесь нет места похоти плоти, нет места гордости житейской, нет места похоти очей. Либо ты в церкви так, как она задумана, либо ты любишь мир, и ты в мире, и живешь по принципам этого мира. Но есть и одна очень важная вещь, Он говорит, то, что есть в мире, и все это мирское, оно проходит. А тот, кто в Боге, тот, кто в любви очи, тот пребывает вовек. И это связано именно с пришествием, с тем моментом, когда мы соединяемся с Иисусом Христом на облаках и вечно так с Ним пребывать будем, пишет апостол Павел. Итак, и говоря об этой концепции, Он переходит к идее антихристов, антихристов или антихриста. Кто такой антихрист? Об этом в прошлый раз говорилось, и я не хотел бы долго на этом задерживаться. Я не хочу говорить о ересях, может быть, о разных учениях, которые возникают, возникали и, может быть, еще будут возникать, столько, сколько этот мир существует. Но принципиальная вещь, связанная с антихристами или антихристианством или с антихристом – это то, что свое начало любая ересь, любое антихристианство берет именно в этих принципах мира – в гордости житейской, в похоти плоти и в похоти очей. Эти три причины, этот принцип этого мира является источником, «Почему появляются антихристы?» И не знаете, не идет речь обязательно о каких-то больших ересях, о отвержении ада, о отвержении распятия на кресте, об отвержении Троицы, об отвержении Духа Святого как личности или как божественной личности как таковой. Не идет речь даже об этом. Дело в том, что есть Иисус Христос, есть тело Иисуса Христа и то, как Он его задумал, то, как изначально Бог его сотворил, те принципы их церкви, которые Бог прописал, которые Он положил или изъяснил нам через апостолов в Новом Завете. И это то, кто есть Христос. Идет речь не только о Его божественной личности, не только о главе. Идет речь и о теле. Тело тоже является телом Христа. Это часть Христа, это тело Христово. И речь идет о нем, о том, как Бог его задумал, о том, как Он его запланировал и то, каким оно на самом деле является. Вот скажем, это тело, так как оно задумано. И если убрать крышку, то это уже не полноценно, это не то, как вначале было задумано. Если снять еще эту бумажку, это еще меньше. Да, сохранилась форма, может быть, да, еще что-то. Но что-то отсутствует. Может быть, не важно, особенно для меня, когда я просто пью отсюда воду, да? Мне все равно, может быть, как эта вода называется и сколько оборотов мне надо сделать, чтобы открутить крышку или еще что-то. Но говоря о христианстве, говоря о теле Иисуса Христа, говоря о том, что Бог и как Бог задумал, оно там все принципиально, оно все важно. Потому что Бог ничего просто так не делает, мы читаем. Он никогда просто так слово свое не произносит. К чему я все это и говорю? К тому, что есть тело, так, как его задумал Христос. И все, что тело, но чуть-чуть не так, как он задумал, это не по Христу. Это против Христа. Это анти-Христос или анти-Христ. Все, что вне того, что создал Бог, или вне того, что и как Бог задумал, оно является против Бога, оно является против Христа. И видите, стать анти-Христом очень просто. Не надо придумать какую-то очередную глубокую ересь, которая тысячи людей за собой влечет. Не надо быть очередным Чарльзом Расселом, который основал движение свидетелей Иеговы или что-то еще. Просто, когда ты искажаешь священное писание, в своей жизни ты анти-Христ. Как бы громко оно ни звучало. Знаете, Бог этому ревниво относится, Бог этому относился ревниво всегда. С самого начала, когда Бог избрал израильский народ, народ, который Он вывел из земли египетской и повел в пустыню, и они находились в пустыне у подножия священной горы, где они получили закон. После чего они ушли, они ходили по пустыне. И в конце, когда Бог через Моисея повторяет весь закон, Он говорит интересную фразу, это книга второзакония. Он говорит, и запомни, Он говорит, крепко держи в своем разуме, что когда ты был у подножия горы, когда я к тебе обращался, ты не видел никакого образа Бога. Ты не знаешь, как Бог выглядит. Он говорит, и это специально запомни, чтобы когда ты осуетишься, когда ты отступишь, ты не начал изображать Бога, представлять Бога не таким, какой Он есть, не начал себе рисовать Бога таким, какой Он есть в твоем понимании, таким, каким Он тебе нравится, таким, каким Он тебе комфортен, таким, которого можно поставить за шторку, которого можно передвинуть, чтобы там пыль протереть, или еще что-то сделать. Бог не такой, запомни это, крепко утверди в своем разуме. И Бог очень ревниво относится к своему образу, к своей природе и к тому, как мы верим, как мы воспринимаем, и как мы исповедуем сущность Бога. То же самое в Новом Завете, то же самое по поводу Иисуса Христа, который является Богом, то же самое по поводу того, что Бог задумал. «Все, что не по Христу, оно против Христа». И это, может быть, я хотел бы использовать своего рода как вступление к тому, что я хотел бы говорить дальше. То есть вот кто есть антихрист, и как противоположность этому, как противоположное или как правильное. Посмотрите, еще раз говоря об антихристах, если употребляются такие слова «вышли от нас, не были наши», «не остались с нами». То есть вот есть Христос, вот есть Церковь, вот то, как она задумана, вот то, как она есть с самого начала. И когда ты антихрист, или когда ты не согласен, или живешь не так, он говорит, ты выходишь, ты оставляешь, ты не остаешься. И как противовес этому, противоположное этому, правильное этому, он говорит в 28 стихе. «Итак, дети, пребывайте в Нем». И об этом пребывании я хотел бы сегодня с вами говорить. Что значит «пребывайте в Нем»? Что значит «пребывать» в Иисусе Христе? И я хотел бы отметить с вами, может быть, шесть аспектов того, что смысл вот этого слова «пребывать», оттенки этого слова, это довольно-таки емкое слово в греческом языке, которое использовал апостол Ян, оно несет в себе несколько оттенков, и я хотел бы обратить наше внимание на каждый из них. «Пребывать» в первую очередь значит «оставаться». «Пребывать» — это значит «быть», это значит «остаться», это просто «находиться». В принципе, не нужно быть очень догадливым, чтобы понять, что этот смысл есть в этом слове. И оно, еще раз повторюсь, оно как контраст тому, что написано в 19 стихе об антихристах, которые вышли, которые не остались. Он говорит, они вышли, а вы оставайтесь. «Оставайтесь». И почему я останусь? Почему они вышли? А почему я останусь? И вообще, останусь ли я? Что является залогом, или что является тем фактором, который определяет, останусь я или не останусь? Когда Иисус Христос ходил по земле, Он говорил много новых вещей. И когда новую вещь ты слышишь, может быть, оно, окей, новое, но когда ты старые вещи слышишь по-новому, оно где-то тебе слух режет. И очень много старых вещей, которые сотни лет были в умах евреях определенным образом, Иисус Христос говорит, «А я говорю так, а я говорю так, а на самом деле это значит вот это». И оно резало слух. Оно было некомфортно, особенно фарисеям, книжникам, оно было некомфортно людям, более того, оно было некомфортно ученикам Иисуса Христа. И после очередной речи, очередной проповеди Иисуса о Его теле, о Его крови, которые последователи должны есть и пить, написано, что часть учеников отошли от Него и больше с Ним не ходили. Иисус Христос оборачивается к оставшимся двенадцати и говорит, «А вы уйти не хотите ли?» И Петр не просто сказал, «Ну, не хотим, как бы с тобой мы сытые, да, как бы пить всегда есть, вино самой лучшей марки, да, как бы хлеб свежий. Или мы с тобой, потому что, ну, что-то новенькое, модное, как бы, да, популярно с тобой ходить, как бы конфликтов столько с фарисеями, пораздражать их интересно, да. Не поэтому, он говорит, мы остались с тобой, потому что у тебя глаголы, у тебя слова вечной жизни. То есть, то, что ты говоришь, оно правильно. То, что ты говоришь, мы в это верим, то, что ты говоришь, мы с этим согласны, мы это исповедуем. И другие ученики ушли и больше не ходили, только потому, что они не согласились с тем, что Иисус Христос сказал. Знаете, вот такой вот простой принцип, такой вот простой, но достаточно глубокий, фундаментальный принцип, который является основополагающим в том, останусь я или не останусь. Останусь я или не останусь, полностью зависит от того, насколько я согласен с учением Иисуса Христа, насколько я согласен с требованиями Иисуса Христа, насколько я согласен с Его призывом, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за Мною, насколько я согласен со всем остальным, что Иисус Христос сказал, не любите мира, не того, что в мире, а насколько я согласен со всем тем, что писал апостол Павел и другие апостолы, именно это согласие, именно это принятие Божьего Слова, оно является основополагающим в вопросе, останусь я со Христом или я буду антихристом. Главное условие пребывания – это согласие со Христом и все остальное, о чем мы будем говорить, в принципе, оно из-за этого проистекает. Я останусь тогда, когда я принимаю то, что Иисус Христос говорит, то, чему Он учил, то, что Он нам оставил на страницах Священного Писания, через апостолов. Насколько я согласен, настолько я и останусь. Следующее значение слова «прибывать» – это значит «стоять на месте» или «стойко держаться». И, может быть, это слово можно было бы использовать к часовому, которого поставили на определенном посту в армии, не знаю, скажем, охранять ангар с оружием, охранять арсенал армейский. Его поставили, и Он стоит. Он не имеет права никуда уйти, Он не имеет права спать, Он не умеет права завернуть за угол, Он не имеет права по-братски кому-то открыть, Он не имеет права взятку получить или что-то еще. Его задача одна – стоять на месте и охранять. И вот это вот смысл, заложенный в это слово так же, что стоять на месте или стойко держаться. И я хотел бы прочитать, может быть, текст, который очень хорошо описывает это слово с этой стороны. Это послание Колоссянам, 2 глава, 6 по 8 стих. Посмотрите, оно связано с первым словом «пребывание», «оставаться», да? Посмотрите, 6 стих и ниже. «Поэтому, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены, утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Нее с благодарением». Смотрите, зачем все это нужно. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Прибывать, остаться или стойко держаться этого положения в Иисусе Христе ты способен только тогда, когда вот это слово, которое ты получил, слово, которое ты принял, слово, с которым ты согласился. И не так, что ты потом услышал что-то более интересное, что-то новенькое, знаете, что-то, чего до сих пор не было, что-то такое популярное, может быть, модное, и затем куда-то поплыло. Он говорит, ты должен быть укорененным, утвержденным и укрепленным. Ты должен в этом утверждении, укреплении, укоренении преуспевать, чтобы когда придет какая-то философия, какое-то увлечение, обольщение, он говорит, ты остался в Иисусе Христе, чтобы ты не увлекся. Вот этот смысл вложен в это слово, но вы, братья и так, дети, пребывайте в нем. Стойте на месте, стойко держитесь вашего призвания, вашего звания, вот этого учения Иисуса Христа, которое вы получили. Следующее значение слова «пребывайте в нем» несет в себе оттенок оказывать сопротивление или выдерживать. Потому что, когда ты стоишь или имеешь определенную позицию, ты сталкиваешься с контрпозицией или с антипозицией, или с противоположной позицией, да, с другим мнением. Может быть, чуть-чуть отличается, может быть, сильно отличается, но оно другое. И, может быть, на тебя оказывается давление, и твоя ответственность оказывать сопротивление давлению и выдерживать. И вот к этому оттенку, может быть, очень хорошо относится то, чем апостол Ян описал в этих 15, с 15 по 17 стих, «Да не любите мир, а не того, что в мире, потому что кто любит мир, в том нет любви отчей». Это похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская. Говорит, это не по Христу, это нужно отвергнуть. Но оно все на нас влияет, оно давит. Мы люди, мы живем в греховной плоти, хотя мы христиане, мы спасенные. И в нас есть, Яков пишет, что каждый обольщается, искушается, соблазняется, впадает в искушение из-за собственной похоти, которая живет в человеке. И этот мир построен так, чтобы цеплять нас за наши похоти, чтобы создать то, что удовлетворяло бы наши похоти, то, что манит, влечет и оказывается давление на меня, и мне необходимо выдержать, мне необходимо оказывать сопротивление. И чуть-чуть выше, в 14 стихе, Иоанн пишет следующее. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. А вы сильны, потому что Слово Божие прибывает, опять это Слово, вас. И как результат вы победили лукавого. Ты сильный, ты способен оказать сопротивление, ты способен выдержать, ты способен все преодолевше устоять, как пишет апостол Павел, только тогда, когда в тебе есть это Слово, когда ты принял учение Иисуса Христа, когда ты с Ним согласился, живешь по этому учению, ты стоишь в этом учении, ты держишься за Него, ты укреплен и окоренен, тогда ты сильный, и как результат ты побеждаешь лукавого. Извините, но другого принципа нет, другого лекарства нет. И каждый раз, когда, может быть, приходится общаться с людьми, у которых какие-то сложности или падения или проблемы, всегда все сходится к одному. И как бы нам не хотелось слышать 10 шагов выхода из трудной ситуации, как побороть лень, как побороть депрессию, как справиться с алкоголизмом за 12 простых шагов, и как бы много мы всего такого не слышали, «Все, что на основании Священного Писания написано, оно сводится к одному. И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Когда Слово Божие живет в тебе, когда оно пребывает в тебе, когда ты пребываешь в Слове, ты достаточно сильный, чтобы победить лукавого. Ты достаточно сильный, чтобы не любить мир. Ты достаточно сильный, чтобы пребывать в любви Божией. Ты достаточно сильный, чтобы побеждать. И, может быть, еще одно место я прочитаю, это послание к Ефесянам, тоже всем известное место, 6 глава, в принципе, часто на этот отрывок проповедуется, послание к Ефесянам, 6 глава, 13 стих. Для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолевше устоять. Опять стоять, опять занимать позицию, опять быть на своем месте. Он говорит, примите все оружие Божие, это вера, спасение, праведность, шлем, Слово Божие, шлем спасения, пояс истины, все оружие примите, чтобы когда будет этот злой день, вы преодолели и устояли. Для этого тебе необходимо пребывать. Это то, о чем пишет апостол Иоанн. Итак, дети, пребывайте в нем. Следующее, на что я хотел бы обратить внимание, найти ситуации, которые от меня зависят. И мне нравится фраза, о которой говорит следующее, а все, что происходит в нашей жизни, это 10%. Остальные 90% это то, как я реагирую на то, что происходит с моей жизнью или в моей жизни. На самом деле в мою жизнь приходят ситуации, которые я не в состоянии контролировать. Ситуации, которые я не планировал. Есть поговорка, человек предполагает, а Бог располагает. Я думал одно, происходит другое. А я строю каким-то образом свою жизнь, а что-то случилось. Начиная от похорон, заканчивая тем, что меня обокрали. Я не знаю, или что-то еще произошло. Или какая-то неожиданная авария, которая нарушила мои планы на вечер, или что-то еще. И много вещей в нашей жизни, которые не запланированы. Может быть, которыми я не готовился заранее или что-то еще. Я хотел бы нарисовать эту разницу, может быть, где-то небольшую. То есть, есть такие принципы в этом мире, которые всегда и везде. Вот эта вот похоть плоти, гордость житейская, похоть отчей, это то, что огружает нас всегда и везде. Оно есть. Оно есть, и мы с этим сталкиваемся постоянно. Каждый день, может быть, на работе или где-то еще, просто гуляя по городу, или включая телевизор, или что-то еще. И мне необходимо этому противостоять. Мне необходимо выдержать давление этого мира. Но есть ситуации, которые я не контролирую. Я могу контролировать свои глаза. Я призван контролировать свою плоть, похоть плоти. Я могу контролировать свои желания. Я контролирую то, как я трачу деньги. Или, по крайней мере, я должен контролировать то, как я трачу свои деньги. Я могу или должен контролировать свой язык, и так далее, и так далее. Но есть вещи в этом мире, которые я не контролирую, которые я не в состоянии контролировать, вещи, которые вне меня, но которые приходят в мою жизнь. И вот это вот слово «пребывайте в нем», оно также несет в себе оттенок того, чтобы оставаться в покое или быть неподвижным. Знаете, вот это вот, наверное, самое сложное. И почему-то мне на память всегда приходит ситуация с пророком Иеремией, который был пророком Божиим, который знал, что то, что он получает от Бога, откровение слова, оно обязательно сбудется. И вот он находится в Иерусалиме, которые окружили враги, которые хотят захватить этот город. И евреи всеми силами, жители Иерусалима во главе с царем, военачальниками пытаются защитить свой город. И Иеремия с определенной дилеммой, он имеет откровение от Бога, что город все равно будет разрушен. И это его расстраивает, и где-то у него, как и у всех евреев, в голове не укладывается, как это Господь Бог позволит, чтобы храм, нареченный его именем, город, в котором он живет, был захвачен, разрушен, даже посрамление на Бога самого. И в его голове как-то это не укладывается. С другой стороны, он знает, что это произойдет. С третьей стороны, его обвиняют в измене, подстрекательстве, погашении духа, и его в итоге бросают в глубокую вонючую яму. Это у нас сидит со всей этой дилеммой. С одной стороны, откровение Бога, с другой стороны, реальная ситуация, и он что-то пытался говорить, и ничего не получается. И он в ситуации, которую он абсолютно не контролирует. В ситуации, на которую он абсолютно повлиять не может, имея даже откровение от Бога прямое. И в этот момент к нему приходит Бог и произносит слова, которые большинство из нас знает. Это книга пророка Иеремии, 33 глава. Мы знаем третий стих, но я хотел бы начать со второго стиха. Иеремия, так обращается к тебе тот, кто держит в своих руках всю землю. И он говорит, возови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое, недоступное то, чего ты не знаешь. И дальше, на протяжении главы, Бог рассказывает, говорит, то, что ты сейчас видишь, оно ужасное и не укладывается в твою голову. Вот эти... Иеремия, 30 глава, 7-й, 15-й стихи, это, опять же, ситуация с врагами Израиля, которые напали на Иерусалим, на Иудею. И они думают, что делать, и они думают, что им поможет Египет. И они собрались с большой, огромной группой населения идти в Египет, и Бог посылает пророка Иеремия, который говорит, Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, поэтому я сказал им, сила их сидеть спокойно, 15-й стих. Ибо так говорит Господь Бог, святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. Плачеремия, 3 глава, 26-й стих. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. И знаете, вот это вот спокойствие, которое граничит с безразличием где-то, оно кажется каким-то нереальным. Как-то, ну это ж твоя жизнь, это ж твои родственники, это ж твоя ситуация, ну делать что-нибудь. В итоге, да хотя бы Бога похулить что ли, а, и умри себе спокойно. Но ты ничего не контролируешь и максимум, что ты можешь сделать. Да, ты можешь проклять Бога, кстати, ты можешь похулить Бога, это твой выбор. Но если ты пребываешь в Нем, дети пребывайте в Нем, то это твоя сила, что ты остаешься в покое. И это полностью, на 100% зависит от того, насколько ты согласен с первым аспектом пребывать, оставаться, быть согласен с Божьим Словом, принять Божье Слово, быть укорененным, утвержденным и укрепленным в учении Иисуса Христа. То, насколько ты Ему доверяешь, то, насколько ты веришь Ему и полагаешься на Бога, возлагаешь свою надежду на Него, оно определит твое спокойствие, оно определит степень твоего спокойствия, когда приходят ситуации, которые ты не контролируешь. Следующее, на что я хотел бы обратить наше внимание, это, я буду скоро заканчивать, оттенок этого слова, это значит ожидать. И, в принципе, это то, о чем он говорит в конце этого отрывка, который мы с вами прочитали, он говорит, пребывайте, то есть ожидайте, по-другому можно сказать, чтобы, когда Он явится, мы имели дерзновение. И мне нравится, как об этом написано в послании Титу, 2 глава с 11 по 13 стихи. «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». И вот это вот все, вот эти пять аспектов, оставаться, стоять на месте или стойко держаться, оказывать сопротивление, выдержать, оставаться в покое, быть неподвижным, ожидать. И последнее, на что я хотел бы обратить внимание, это быть во всем этом неизменным или продолжать оставаться. Проходит время, проходят года, проходят люди, проходит мода, мир меняется, эпоха его проходит, но ты продолжаешь оставаться, ты продолжаешь быть верным. А есть история, я думаю, многие из вас и знают, это фильм «Хатико», это история основанная, фильм основанный на реальных событиях про собаку, которая жила в начале 20 века в Японии. И она принадлежала одному европейцу, который ее вырастил, и когда ей было 3 года этой, или 4 года этой собаки, он уехал. Она проводила его на станцию поезда, железнодорожную станцию, он уехал и больше не вернулся. В Японии начались волнения. И история говорит, что она на протяжении 9 лет, каждый день приходила на станцию и ждала своего хозяина. Она приходила, целый день ждала, вечером уходила, и так повторялось день изо дня. Она умерла в возрасте 12 лет от рака, и эта история получила большой резонанс в Японии, и этот день был объявлен днем траура в Японии, и она похоронена, эта собака, со всеми почестями, и у нее есть место на кладбище, на человеческом кладбище, там стоит ей памятник. Вот эта вот верность, стабильность, а неизменность, независимо, знаете, было лето, была зима, было холодно, было жарко, было время, когда очень много людей, было время, когда очень мало людей на станции, было, когда на нее кричали, было, когда ее подкамрали, было, когда ее гнали палками, было, когда ее гладили. Это никак не влияло на тот фактор, что она ежедневно приходила и ждала. В нашей жизни бывает холодно и жарко, многолюдно и пусто. Бывает много советов, бывает вообще не то советов. Бывает, когда нас ненавидят или обижают, бывает, когда нас любят. Но все это никак не должно влиять на тот факт, факт нашей верности или факт пребывания во Христе. Я хотел бы закончить историей, которой стал Иисус Христос, притча о Сейтеле. Вышел Сейтель сеять и сеял. И знаете, в этой истории есть активные персонажи. В принципе, все персонажи этой истории активны. Сеятель, он сеет семя, растет. Есть птицы, которые клюют. Есть солнце, которое палит. Есть сорняки, которые заглушают. Пассивный только один персонаж в этой притче. Это почва. Это твое сердце. И это твоя ответственность – приготовить свое сердце. Это твоя ответственность работает с твоим сердцем. Бог тебя благословил всем необходимым. Бог тебе дал слово. Бог посилил в твое сердце Духа Святого и дал тебе всякое благословение. Бог тебе дал дары свои, которые тебе необходимо использовать в церкви. И теперь это наша с вами ответственность. Мое сердце – моя ответственность. Пребывание во Христе – это не позвольте Богу, чтобы Он вам одержал. А это наша ответственность. Вы пребывайте. Вы ожидайте, чтобы вы в итоге имели дерзновение или смелость встретить Иисуса Христа. Пусть Господь благословит нас в нашей жизни, чтобы наша позиция была правильная, чтобы мы пребывали в Нем. Аминь. Давайте помолимся. Отец, мы тебе благодарны за то, что Ты – Бог спасения нашего. Мы тебе благодарны за Иисуса Христа, который пришел в этот мир, умер и воскрес и подарил эту вечную жизнь нам всем. Мы тебе благодарны за то, что Ты верой вселился, Духом вселился в сердца наши. И мы Твои, мы имеем эту печать, залог Духа Святого. И Ты благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Ты дал нам все потребное для благочестивой жизни. И сделал нас способными, чтобы мы могли утверждаться, укореняться, укрепляться в Тебе, в Твоем Слове. Вери, Господь. Благослови, чтобы мы пребывали в Тебе, пока мы на этой земле, чтобы мы смело встретили Тебя. Аминь. Аминь.